Температура у нас время 1 час 56 показывает 7 градусов. Выезжаем из любимого моего ЖК времена года на перекрестке у нас Анапским шоссе или еще улица Крестьянская, наверное, здесь относятся лужи, к большому сожалению. Что хочется сказать, несмотря на вчерашнее наше покушать, я второй день подряд просыпаюсь весом ниже 110 килограмм и меня это радует. Вот так вот выглядит это уже. Машин много довольно таки. Не забывайте, что видосики у нас выходят в формате высокой четкости 4К и это дает вам возможность на больших телевизорах наслаждаться нашей природой. Особенно когда я показываю всей красе. Сегодня море должно быть предостаточно. Ну а тем, кто переживал, что это много съем, ребятки, видите, вес снижается, значит много не съел. Не переживайте. Тем, кто тоже задумал сделать доброе дело, отправить солдатам посылку. Вот у меня одна женщина звонит, говорит, Юра, у меня вот денежки передали, что нам лучше посылочку сделать или отправить непосредственно денежку тебе. Мне кажется, посылки как-то более интересно. Хотя деньги тоже, допустим, там нужны нам и на машины, на ремонт, там и на покупку каких-то вещей, которых просят солдаты. К солдатам обращаюсь. Если вдруг вам какая-то помощь от нашего сообщества канала Юрия Озаровского нужна, записывайте видеообращение к нам. Мы будем стараться делать сбор средств и помогать вам. Выезжаем из города Анапы, хотя еще нет, еще только на этом. Въезжаем улица Христианского всей Красии. Здесь мы попадаем на светофор. И солнышко вышло сегодня, хотя солнышко с утра не было, была пасмурная погода и довольно таки прохладно. Много раз проезжаю, снимаю для нашего телеграм-канала, на который прошу вас подписаться. Мориос он зовется и показываю здесь лебедей. Это у нас плавние речки Анапка, которая впадает непосредственно в наше Черное море. И здесь лебеди ждут гостей. В этом году они море решили практически не посещать, а в больших количествах гнездятся именно тут. Тем более, что совсем ненадолго у них происходило замерзание этого водоемчика. Они могут со спокойной душой здесь искать корички себе, но уже не хотят это делать и поэтому в большей степени ждут ваших подношений. Такие вот величественные, красивейшие птицы. Которые с серым оперением, это молодые. Которые полностью белые, это уже взрослые птички. Ну, как видим, что самые такие не пуганные, это именно те, которые с таким серым оперением. В общем, приезжайте, подкормите их. Место здесь очень хорошее для единения с природой. Единственное, потому что вот мусор, как бы печально это не говорилось, но вообще прям, смотрите, какой завал здесь и бутылок пластика. Огромная свалка прямо на берегу образовалась. В том, что это в море уплывает. Интересно, как тут девушка с удочкой с ведерком пошел ловить рыбу туда дальше. Ну, ладно, я поехал все-таки до моря. Я вам обещал, сегодня побольше природы. Ах, вот смотрите. Девушка на велосипеде приехала, фотографирует, подкормит. Кстати, здесь очень хорошая велодорожка для тренировок вдоль трассы. Могу вам ее посоветовать. С той стороны тоже тротуар, несколько парков, в том числе и парк военной техники. А лебедей важно кормить не хлебушком, а какими-нибудь овощами. Капуста, морковка. Так что, забойтесь об их здоровье. Бежаем в Джимате по улице Железнодорожная. Раньше здесь были такие пустыри. Сейчас уже гостиницами все застроено. С левой стороны у нас строятся лучи, так называемые. Очень будем надеяться, что водоотведение там будет на высшем уровне, чтобы у нас больше здесь не было никаких подтоплений. Техника двигается, значит какие-то движения здесь идут. Для начала давайте посмотрим наш джиматинский проезд, как он выглядит. Здесь построили новую гостиницу, сделали благоустройство, парковочку. Все очень красиво и симпатично. А тут на месте будущих платных парковок лужа как стояла, так и стоит. Продолжаются переводы на поддержку наших солдат. Друзья от души, спасибо вам огромнейшее. Сейчас тем более готовимся к выезду. Джиматинский проезд. Здесь все закрыто. Машин нету. Кроме вот этого вечно работающего магазина разливайки. Люди гуляют по Пианецкому проспекту. Ну а так в принципе ничего особо не меняется. На территории бывшего кемпинга ведется здесь все так же строительство. Причем в больших масштабах. Видите, как заводят сюда арматуру. Длинномер здесь места не так что и много, но проходит, как говорится, тютелька в тютельку. Побольше плесопарковой зоны сохраняли, было бы хорошо. Администрации говорят о том, что все должно быть готово к первому мая, к приему отдыхающих. Ну вот, допустим, вот так выглядит сейчас этот проход. Стремная разбитая бетонная дорога, снесенные ларьки, никаких озеленений, тротуаров. Их поминей нету. А это выход один из популярных человек на Джимате на пляж. С этой стороны такая же ситуация. Здесь у нас выход на сам пляж. Единственным плюсом в том, что в том году здесь появился такой туалет и душ. Больше ничего. Здесь за счет того, что растения остаются, их не сломают. Видите, дюна на месте. Это радует. В тех местах, где посносили, на месте стройки Джамайка, там уже жизни никакой нету. Ну и морюшку. Привет на этом проезде. Здесь вы видите, что навесы поубирали все, кроме вот того места, куда мы тогда вызывали так Арияна, прокуратуру и всех остальных. В общем, у нас, получается, остались два неприкосновенных. Тот пляж и Джамайка тоже стоит, по большому сожалению. Ну, увидим результаты, я думаю, уже очень скоро. Поехали дальше по Джимате. Люди, кстати, гуляют. И на пляже довольно-таки тепло за счет того, что дюны защищают от ветра, который дует с берега. На Джимате, как я и говорил, еще очень много людей то там, то там проходят, гуляют. И это, на самом деле, дает больше радости, потому что жизнь все-таки кипит. Даже здесь возле рота ДПС люди гуляют по Пионерскому проспекту. Работают кофейни, что очень хорошо. Не выглядит все так мертво, как обычно. Подъезжаем мы уже к самому центру. Здесь изредка встречаются рабочие парочки, которые функционируют непосредственно для беженцев. Но, я думаю, туда дальше вы увидите видео их на гостевом проезде. Да, здесь тоже может что-то функционирует. Паркуемся. Единственный минус, что кофе очень быстро закончилось. Так было бы еще больше бодрости. Здесь изначально пытались пооткрываться некоторые точки, но сейчас ничего не работает. По той стороне, вы видите, много людей, которые прогуливаются. Ну, а здесь у нас работает вот пицца, суши, пожалуйста. Можно прикупить что-то. Это очень хорошо. Также буфет Причал работает. Красота просто, да. Зимнее время видеть такие вещи в джимоте. Ну, и остановки собирают людей, которые едут по своим делам. Самой большой точкой притяжения здесь является магазин Пятерочка, ну, а также магнит. Можете видеть, даже сейчас люди стоят, просто гуляют, просто сидят. Особенно вот та скамейка постоянно собирает огромное количество людей по вечерам молодежи, которые выпивают сейчас. Просто какие-то люди отдыхают. Пусть одели деревья, да, тут красиво смотрится. Единственное, вот этот хрень с самокатами смотрится вообще просто ужасно. Ну, уже плюс осталось хорошее оформление цветов. Высадка 1 мая. Мы все помним, администрация пообещала. Переглеваем Пионерский проспект, чтобы прогуляться по улице Песчаной и посмотреть, какие здесь изменения. По-моему, все закрыто. Самая главная чистота. Тоже прогуливаются люди и все на этом, друзья. Это улица Песчаная, именем которой иногда называют этот проезд. Гостевой дом Ева есть на обзоре. Можете посмотреть с прямыми номерами хозяев. Выбирайте, отдыхайте, наслаждайтесь. Здесь Б-52, как видите, закрыто. Здесь образовалась лужа. Для пешеходов сложности никаких не составляет преодоления. Тут немножко стоит водичка и встречаются люди, которые прогуливаются под джимотэ. Это меня прям радует. Отсюда кто-то украл машины мотор. Я думаю, это просто ремонт. Не думаю, что кто-то пришел и сточил. Здесь заработал отель. Что-то так меня не позвали на его обзор. А это улица Виноградная, которая также ждет своих гостей. Ну, чисто, хорошо, солнечно и довольно-таки тепло. Особенно, если двигаться. Тем более, я еще раз говорю, над ним майкой и очень тоненькой олимпийкой. В принципе, больше ничего нет. Причем это олимпийка и специально продуваемая. Температура воздуха очень хорошая. Здесь находится Фея-1. Кстати, туда дальше, если пройти по улице Виноградной, там находится Фея-2, в которой также проживает огромное количество беженцев. Так что, знайте об этом. Ну, а здесь мы выходим к гостевому дому Астон. Вот там он находится. Его тоже очень любят и хвалят. Можете пробовать отдыхать, потом нам рассказывать. Это юбилейный тупик. Направо пошел. Как видим, здесь никаких изменений также нет. Мы выходим к самому морю. Изменений каких-то на проходе также не наблюдаем. Все на тех же местах. Подготовка к сезону пока еще не ведется. Может быть, администрация чисто она хочет подготовить. А к Анапе Джимоте и Витязеву не относятся. Такое что же может быть. Будем, как говорится, поглядеть. Вот вам опять люди, которые прогуливаются по нашим пляжикам. Здесь все выглядит более печально, конечно. Но людей здесь гораздо больше на берегах. И повесили вот такую табличку. Купание запрещено. Интересно, с чем это связано. К загрязнениям моря или какие-то другие беды случились. Людей по берегу действительно очень много гуляет. Ну, может быть, просто в плане того, что не работает сейчас сезон. Межсезонья спасательной службы. Человек мы напугали. И тут мы можем увидеть выброс водорослей. Водоросли это не песчаных пляжей. А больше с каменных. Тут даже такой более соленый аромат стоит. Там берега моря. Море такое немножко мутновато. То, которое очень не люблю. Сейчас течение из Керчи в нашу сторону идет. И люди гуляют, дышат, смотрят по сторонам. Красота, друзья. С одной стороны, с другой стороны берега меня такие не радуют. Мне более чистые нравятся. Для гостевого я сначала думал прогуляться. А теперь думаю, что все-таки давайте доедем на машинке. Возвращаемся обратно. Время записи этого видео 2.44. Только что позвонила мне Ольга. Которой вы дорогие друзья. Несмотря ни на что взяли и помогли. Сказала, что все по-человечески сделали. Похоронили. Поблагодарила. Я ей сказал, ну запишите коротенькое видео от себя. Спасибо для вас. Я выставлю в телеграмму. Он говорит, давайте я вам могилку сфотографирую. Да не надо нам какие отчеты. Господи. Я не думаю, что на таком можно что-то где-то как-то. Хотя я еще раз говорю. Как я сегодня в видео по распаковку по ссылке сказал. Что некоторые люди по себе других судят. К большому сожалению у нас. Еще раз. Низкий поклон ребят всем, кто откликнулся. Лишние средства, которые были собраны. Мы с вами вместе перенаправим для наших дорогих солдат. Спасибо всем от души. Ровно иду, у меня шляп затекут. С Юрием на трансляции сегодня он закидывает уже второй донат. Пятихаточка залетела нашим. Ну и от многих приходят донаты. Вот Ольга Е, Май Я Эл, Ольга К, Елена П. Спасибо всем, кто поддерживает от души. Еще раз говорю. Это все уйдет в дело. Все уйдет для наших дорогих. Вот сейчас женщина звонила. Говорит в Анапе, в одной из гостиниц. Еще ребята заехали на реабилитацию. Ну там ФСБ на входе не допускают, не допускают. Я хочу обратиться. Если вдруг там кому-то нужна помощь. Вы без проблем наши дорогие военные. Обращайтесь. Мы сможем, поможем. Просто мне сказали, что там женщина бегает, выполняет поручения. Там покупает какие-то вещи или еще что-то. У нас есть люди отзывчивые в нашем городе. Которые мы сможем попросить. И они вам в большей мере смогут помочь. Если надо. То есть обращайтесь в мой номер. Под каждым видео сюжетом есть. На всякий случай 8 988-333-7887. Также сегодня мне звонила женщина. Пыталась узнать. У нее где-то ее ребенок находится здесь на реабилитации. Они говорят координаты. Ребят, очень много мест, где расположены наши военные. Допустим, я знаю, что Рябинушка у нас тоже с Вагнарами заключает договор. Не точная информация. Но знаю, что мне говорят мои подписчики об этом. Там в Витязево очень много мест, где проходят реабилитации наши дорогие воины. Не могу вам точно сказать, в какой из гостиниц где-то находятся ваши близкие. Обращайтесь напрямую в Минобороны через Вагнер-центр. То есть вам там в большей мере подскажут. В ту сторону у нас Фея-3 находится. Туда мы сейчас с вами подойдем. Вернемся через кривой проход. А сейчас через гостевой выйдем домой. Вот эндуро по дорогам поехала без номеров машинка, которая потом может заехать на дюны. Еще раз говорю, без разрушения дюны у меня к ним претензий нет. Занимайтесь, кайфуйте, получайте удовольствие. Но ваше удовольствие не должно уничтожать нашу природу, которая принадлежит всем. Входим на гостевой и можем увидеть, что работают торговые ряды в ту сторону. Тоже очень много машин запакованы по рябиночку, которая находится там. А здесь сейчас прогуляемся на море. Посмотрим, как здесь обстановочка и сколько людей находится в этих зонах. Также у нас Динамо. Точно заселены ребятами, которые приехали из Херсонщины. Как говорят наши административные ресурсы, 6500 человек официально проживает здесь. Сколько на самом деле мы можем только догадываться. Потому что очень много людей приехали сами, снимают гостиницы, квартиры и живут в Анапе. Ну и не только во всех приграничных городах. В большей степени даже в Крыму этих людей гораздо больше. В торговой точке продают разные товары курортного ассортимента. Говорят, а что дома сидеть, когда можно здесь поторговать? Белый лебедь, например, в первые этажи вещи сушатся. Не знаю, проживают там или нет. Вот база отдыха Динамо 2. На парковочке машинки стоят. И мы подходим к Динамо. Здесь в этой Динамо прям очень много людей находится. Вижу подготовку. Ребята готовят к сезонам открытия торгового павильона. Здесь перед Динамо стояла точка с экскурсией, в которой сидела Людмила Владимировна. Ее сейчас нет. Тут отживление прям довольно-таки большое. Много людей находится здесь. Именно из Херсона. Кстати, вижу, что здесь вот огородили и будут убирать вот эту проблему. Огромные ямы и глубины. Лужи с водой отсюда исчезнут. Но остался единственный путь до моря. Пройти его и понять, как там и что. Динамо, кстати, постепенно на этот проезд наступает. Все ближе и ближе заходят навесы. Думаю, что администрация все эти того, что не приняли отдыхающих с ними, никак ругаться не будет. А так как-то очень узенький становится проход к морю нашему. Посмотрите, как сейчас выглядит. Здесь именно распределение песка. За счет того, что уничтожили деревья, остались от них корни, они высохли. Валяется все это очень некрасиво. И наваливается на сами строения Динамо. Потому что думали, что отодвинуться, песок не придет. Тут полмей сделали, деревья не стали трогать. Но отсюда метет и метет. В таком виде сейчас жители бывшей Украины, теперь уже с паспортами Российской Федерации. Переселенцы из Херсона, беженцы. Иногда обижаются, что я их беженцами называю. Вынуждены переселенцы. Думаю, суть не меняется. Говорят о том, что у нас тут некрасиво. И там где-то на их бывших территориях было гораздо лучше. Но я верю, что зайдет она звезда поленительного счастья. У нас здесь тоже настанет красота и нам будет чем понтоваться. Здесь открываются невероятные виды. На наше море два корабля стоят на рейде. Скорее всего охраняют наш покой. Где-то десятка-два человек прогуливаются по нашим пляжикам. Обычно мы прибегали на пляж. Я вам тут рассказывал про чаек, которые сидят. Сейчас вот голуби, одна сорока бегает. И все сразу же ко мне. Думают я им хлебушка принес. Их вот так вот люди прикормили. А те люди, которые кормят животных, наверное лучшие люди на свете. Поэтому что-то плохого о них говорить не могу. Видите, к ним птички сюда прилетают. Немножко чайок тоже есть. Кстати, есть еще чайки-черноголовки. Как минимум одна штука. Полетели. Вышли мы на гостевой проезд. Видим, что здесь пляж баранили. Но мусор все еще остался. Очень большой был выброс мусора на наше побережье. И вот там дальше. Видим, что техника стоит. До нее мы немножко еще ближе подойдем. Ну да, в сторону первого проезда уже ушло гораздо больше людей. Моречка. Здравствуй. Вот так вот. Какая красота, дорогие друзья. Приходишь на море, получаешь удовольствие, ловишь счастье, солнышко в лучах и дышишь. Неумоверно прекрасным, чистым, классным воздухом. Опять сейчас кидал в глазах. Я просто, не знаю, какой-то сентиментальный становлюсь. И ко всему отношусь вот прямо настолько глубоко. Хочется, чтобы этим могли наслаждаться абсолютно все люди на земле. И был мир вокруг нас. И никаких воин мы не знали. Как мы не ценили мирное небо. Как мы не шли к тому, чтобы сохранить уважение к русской нации. Чтобы нас все боялись и все так же уважали. И вот проигрыш в холодной войне, видите, к чему? К большому сожалению приводит. Потому что сейчас каждый хочет, как говорится, на геляку-москаляку. Вот так и живем, дорогие мои. Ну, я дойду сейчас еще до кривого прохода. И вместе с вами выйдем оттуда. Такой будет огромный просто обзор сегодня джимоте, красоты морской. Ну и всего того, что здесь происходит. Надеюсь, что вам по душе зашло до глубины души. И все это, как говорится, помогло прочувствовать морские эмоции. Но в конце он будет, как всегда, море. Друзья, мы дошли до последнего в сегодняшнем нашем блоке прохода. Это пляж на кривом проходе. Здесь у нас выход с моря. Вот так оно здесь все выглядит. Мусора меньше, но пластик на пляже еще присутствует. Повторяю, вот она техника. И она готовится убирать. Смотрите в телеграм-канале. Там я имею возможность все снять более близко. И пойдем, пойдем посмотрим, какие есть изменения на этом проходе. Выходим с этого прохода. И здесь вот как-то сильнее почувствовал. Север, северо-запад даже такой. Прям прохватненько. Здесь бы я курточку сверху одел. Но хорошо, что дюну рядышком. Мы сейчас спрячемся за ними от ветра. Хочу, конечно, остеречь, кто впервые смотрит видео про Анапу, Джимате. Это будет самый страшный проход к морю. В большом сожалению, увы, но он все равно есть. О нем рассказывать надо. Зори Анапы. Ну, как-то туда вниз сильно много спускаться. Поэтому пойдем, пройдем через дюну. И выйдем сразу к проходу. Но вообще, получается, вот тут проход, там досточки. И потом вот тут между заборами идет как раз-таки выход с моря. У меня есть прям шикарные новости. Я сейчас вышел и обомлел. Но еще плохо видно. Но все равно, смотрите, появляются уже листики зелененькие. То есть вот как раз-таки те мотоциклы, которые давили вот этот сухостой, сейчас бы увидели, немножко сдрогнули. То есть наши дюны оживают, озеленяются своими настоящими жителями, растениями. Я вот постоянно забываю, как называется этот кустарник. Он потом еще очень красиво цветет. Если вы помните, напишите обязательно в комментариях. Фантастика творится у нас здесь. Сам проход выглядит именно так. Летом здесь появляются дощечки, по которым можно прогуливаться. Куча разнообразных объявлений ненужного всего. Ну и вот такие вот надписи на бетонном и штукатурном заборе. А вы из лакшери санаториев идете между всем этим и думаете, какого за что я отдал деньги? Да, ребят, чтобы наслаждаться вот этими моментами в полной мере. Вот видите, бесплатные стаканчики кто-то оставил. Бутылку бросил, сдать можно две штуки и получить скидки. А, сейчас уже не из СССР. Бутылки не принимаются. Идем, смотрим по сторонам. Получаем максимум удовольствия от того, что мы находимся на нашем юге. Я считаю, лично большим позором все вот такие вот места. И людей, которые сопутствуют тому, чтобы это существовало, надо сажать. Бассейнчик заливают, красоту наводят. Главное, чтобы не было потопов больше. Хотя ничего не сделано для того, чтобы их здесь больше не было. Как не расчистили русло Можепсина, который идет через бывшую территорию Юнги, нынешнюю занятую при Сердякове Министерство обороны. Так не расчистили, к большому сожалению. Надеемся на природу, что она нам поможет. Смотрите, новые изменения. Здесь какие-то сносы, разносы идут торговых точек. Интересно будет посмотреть, конечно, что после этого всего здесь останется. И как тут будет все выглядеть. Ну, это пока может только одну переделать, потому что остальные вроде бы целы стоят. Если есть информация, пишите обязательно в комментариях, как изменится это место. Тут был один из любимейших мохито. Продавался на этом проходе к морю. Здесь находятся у нас Дюны Золотые, Пансионат, Лукоморье, а туда Понтас, Веста и Заря. Между ними мы и совершали свои как раз-таки променады, дорогие друзья. Здесь, наверное, самая большая концентрация как раз-таки всех отдыхающих. Там их много встретил. Ну, и сюда выходим. Потому что здесь самое большое место размещения Фея 3 находится. И вот эти все машины как раз-таки стоят с номерами из Украины регионов. Ну, а также возле каркусов они стоят. Сзади парковка. То есть людей здесь, повторяю, самое большое количество на Пензенском проспекте. Каких-то проблем сейчас от них не испытываем. То же самое у нас заселен Олимп. Говорят о том, что к концу этого месяца все куда-то резко переедут. Ну, я прям не знаю, куда столько людей прям повненосно переедет. При том, что жилье взяли еще немногие. Хотелось бы, конечно, чтобы у людей все наладилось. Но мы будем следить за ситуацией и вам об этом рассказывать. Бояться их стоит? Нет. Я хожу без оружия. Хотя у меня в Анапе хотят, наверное, гораздо больше людей изжить. Чем у вас сюда приехавших и получающих удовольствие. Поэтому спокойно приезжаем, отдыхаем. Вот магазин, кстати, работает. Отдыхаем, наслаждаемся и получаем максимум удовольствия. Всего того, что можно. Вот тоже, пожалуйста, машина с украинскими номерами. Ох ты! Кто-то так заехал. Прям самый нуждающийся, как говорится. По цене машины можно полу-напасть купить, наверное. Я, кстати, знаю так. Просто на скиту говорю. Никогда о Мерседесах не мечтал. В скором времени все зазеленеет. Еще чуть-чуть. Наверное, полмесяца. И то, что мы увидели на дюнах, это самый хороший знак. Ну, я, наверное, буду заканчивать на этом. Сегодня для вас прошелся где-то порядка четырех километров пешочком. Чтобы заснять этот видеосюжет. Довольно-таки небольшое расстояние. Ну, надеюсь, что вам было это полезно и интересно. И заслуживает того, чтобы поставили лайк. Подписались на канал. Ну, а также, друзья, не забывайте помогать солдатам. Не обязательно через меня. Есть куча других людей, кто этим занимается. Всех крепко обнимаю от души. Всем привет. Черноморский. С вами был Юрий Озаровский. И до следующего видео. Не прощаемся, дорогие друзья. Ну, и по традиции море. Субтитры сделал DimaTorzok. Субтитры сделал DimaTorzok. Субтитры сделал DimaTorzok. Субтитры сделал DimaTorzok